Александр Македонский вошел в историю как величайший полководец, но прожил всего 32 года. За время завоевательных походов он неоднократно получал тяжелые ранения, но умер не на поле боя. Недуг сломил его за несколько дней до начала наступления на Аравийский полуостров. Вначале у него отняла речь, а после началась многодневная лихорадка. Современные ученые выдвинули немало версий о причине смерти. Среди них вирусные заболевания, отравления и даже запой. Но есть и еще одна гипотеза, которая очень похожа на правду. Проще простого зарабатывать деньги, покупая в интернете. Кэшбэк-сервис Letyshops.ru – это более 700 самых модных интернет-магазинов с кэшбэком до 30%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. О судьбе Александра Македонского историкам известно немало. У великого полководца наши современники постоянно диагностируют различные заболевания. Чаще всего говорят о его врожденной хромоте и эпилептических припадках. Однако это не так. Эпилептиком был сын Македонского Геракл, а хромоногим – друг Гарпал. С большей долей вероятности можно говорить о том, что Македонский страдал синдромом Брауна – особой формой косоглазия, при которой нормально видеть предметы можно только отвернув и запрокинув голову назад. В такой позе Македонский запечатлен скульпторами. У современного человека может сложиться впечатление о том, что это не иначе, как выражение презрения к окружающим. Косоглазие могло развиться в результате травмы головы, перенесенной в молодости. Еще один диагноз тоже можно установить по описанию глаз Македонского. Сохранились сведения, что они были разного цвета. В древности в этом видели мистические силы. Но современная наука говорит нам о том, что такой феномен встречается редко и может являться одним из симптомов проблем с ЖКТ. Этот факт исключительно важен для дальнейшего разговора о причинах смерти Македонского. К 32 годам здоровье Александра было подорвано многочисленными травмами, полученными в боях. Полководец получал ранения головы, лодыжки, бедра, плеча, голени, шеи. Есть основания полагать, что он также пережил инсульт. Сохранились сведения, что после одной из наступательных операций Александр искупался в ледяной горной реке и потерял сознание. В таком состоянии он находился почти сутки. Врач Филипп, выходивший полководца после приступа, строго рекомендовал ему воздерживаться от алкоголя. Однако Македонский не мог отказать себе в удовольствии праздновать победы с размахом. Триумф над персами закончился 22-дневным запоем. Для здоровья Александра это было непростое испытание. Критический момент наступил, когда, выпив очередной кубок вина, Александр почувствовал резкую боль в животе. Версия об отравлении маловероятна, поскольку полководец после этого прожил еще 10 дней. Есть и другая версия, что Македонский подхватил малярию. Но среди всех перующих никто больше не жаловался на самочувствие. Скорее всего, причиной резко возникающей боли стало действие чемеричной настойки, которую принимал Александр из-за постоянных проблем с пищеварением. Хорошо разбираясь в медицине, он готовил себе настойку из белой чемерицы, имеющую послабляющий эффект. Правда, препарат этот нужно принимать очень аккуратно, не превышать дозировку и не сочетать с алкоголем. Симптоматика – жар, озноб, боли в животе – свидетельствуют, что именно сочетание чемерицы с вином погубило полководца. Продолжение следует...